Радио Спутник продолжает работу в прямом эфире. Министры финансов, экономики и внутренних дел видимо сменятся в Болгарии. Премьер-министр страны Бойко Борисов намерен отправить в отставку глав данных ведомств. Решение он принял по итогам встречи с областными координаторами правящей партии граждан из-за европейское развитие Болгарии, сокращенно ГЕРБ. Все также происходит на фоне акций протестов, которые проходят в центре Софии. Граждане требуют отставки правительства и главного прокурора. Кстати, перед населением также выступил президент страны Румен Радев, который также назвал необходимую отставку кабинета министров и главного прокурора. Радев представляет болгарскую социалистическую партию, в то время как Борисов и большинство министров партию ГЕРБ. В ходе последних событий прошла серия арестов чиновников по делам, связанным с раскрытием гостайны и злоупотреблением, влиянием в корыстных целях. О ситуации в Болгарии немножечко разберемся подробнее с политологом, с заместителем директора Института истории политики МПГУ Владимир Шаповалов. У нас на телефонной связи. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Леонидович, насколько сейчас может все вспыхнуть? Насколько вот этими возможными, еще пока планирующимися отставками дело может не ограничиться? Это, конечно, только первая часть. Это политический маневр Бойко-Борисова, который пытается устоять, удержаться у власти. Необходимо напомнить о том, что Бойко-Борисов самый опытный и влиятельный политик в Болгарии. Он находится у власти уже 11 лет. Это уже третий состав правительства. При этом в 2013 году уже правительство Бойко-Борисова было сметено народным выступлением. Также были акции протеста, и Борисову пришлось уйти. Сейчас ситуация повторяется. Уже неделю в Болгарии происходят массовые акции протеста, направленные на отставку правительства. И нынешнее решение Бойко-Борисова, это, кстати, первая уступка митингующим, это попытка сбить накал выступления и попытка сохранить нынешний состав правительства, пусть не в неизменном виде, но, по крайней мере, сохранится у власти самому премьер-министру и правящей партии. Хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет не просто об акциях протеста. Необходимо напомнить о том, что существует достаточно жесткий конфликт двух влиятельных политиков, президента и премьер-министра. И, по сути, протестующих акций протеста поддерживает президент страны Румин Радзев. И при этом нужно иметь в виду, что в данном случае речь идет не только о идеологическом, политическом и, я бы даже сказал, геополитическом противостоянии двух совершенно разных политиков, но также о том, что Болгария, несмотря на то, что является страной парламентской демократии, парламентской республикой, тем не менее выбирает президента напрямую, на прямых всеобщих выборах. И вот в этом механизме политической системы заложено некоторое внутреннее противоречие, которое делает президента сильной влиятельной фигурой, но не имеющей серьезных полномочий, потому что эти полномочия находятся в руках правительства и премьер-министра, который избирается, формируется парламентом. Владимир Леонидович, момент такой утащить. Вы напомнили и, кстати, сказали, еще раз пояснили, разъяснили вот эту ситуацию с протестами. Насколько эти протесты, которые происходят в Болгарии, это действительно обусловлено политической ситуацией в стране или все-таки это некий выход, что ли, выхлоп, учитывая, что ситуация с коронавирусом не самая благостная? Просто посмотрели и в России, и в Беларуси, и в Израиле, и в Болгарии, в многих странах сейчас есть вот эти протестные строения, в Англии, в США. Вот здесь, я прошу прощения, дополню, до 31 июля продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Может быть, этот момент тоже дополняет? Вы абсолютно правы. К этому нужно добавить, конечно, американские протесты. Британские, американские, да, я добавил. Крупные протесты. Естественно, сейчас очень серьезная ситуация в целом ряде стран. И то, что касается болгарских протестов, здесь есть такие достаточно серьезные социально-экономические основания. Есть ситуация коронавируса, есть политический кризис. Что касается социальных и экономических оснований, то необходимо понимание того, что коронавирус привел к достаточно серьезным потерям, росту безработицы, потерям экономики и без того испытывающей трудности в последнее время, это раз. Но на этом фоне нужно, конечно, видеть еще одну очень важную проблему. Дело в том, что Радев обвиняет, как он называет нынешнее правительство, мафией. Он обвиняет премьер-министра и правительство в коррупции, в сговоре с олигархами. И к этому еще нужно добавить достаточно болезненный для Болгарии этнический момент, с которого, собственно, и началось это выступление, который стал спусковым ключком. Дело в том, что 7 июля, когда начались массовые акции протеста, они начались с того, что известный политик, в прошлом министр юстиции Иванов, поставил болгарский флаг на земле, которая, как он считает, незаконно, находится под контролем представителя турецкой этнической общины, сильного лидера турецкой общины, которого обвиняют в связях с правительством и в разного рода закулисных делах. И вот этот момент, он тоже стал достаточно таким серьезным, вызвал серьезный взрыв недовольства в болгарском обществе. Я имею в виду действия представителя турецкой общины, не представителя, не болгарского политика, который поставил флаг. Поскольку прокуратура проигнорировала заявление Иванова о том, что, собственно, нарушено болгарское законодательство, и прокуратуру, по сути, поддержало правительство, народ вышел на улицу с требованием отправить в отставку и правительство, и генерального прокурора. Ну а, соответственно, президент поддержал эти выступления. Конечно, накапливалось все эти месяцы, накапливалось недовольство. Это естественно. И вот эту параллель, которую мы видим, а одновременно с этим проходят, например, очень крупные масштабные акции протеста в Израиле. Население народ требует Нетаньяху сложить полномочия. Только что вот были очень крупные выступления в Сербии. Поэтому мы видим, что действительно в разных странах, в разной форме, по разным поводам на самом деле, с разным содержанием, но, тем не менее, люди достаточно активно выходят на улицы, потому что накопилось вот это вот недовольство, связанное с самоизоляцией, с потерей работы, с потерей доходов. Владимир Владимирович, в завершение давайте еще такой момент. Вот упомянули этот фактор, который достаточно значим. Разные партии представляют. Радев и Борисов, президент и премьер. Борисов и большинство министров представляют партию, граждане за европейское развитие. Радев социалистов. Вот здесь может быть какой-то этот момент евроориентированный или, наоборот, евроотвернутый. Вот насколько это может повлиять на дальнейшую интеграцию Болгарии в единую Европу, просто к европейским процессам? Значит, здесь необходимо подчеркнуть, что, конечно, Борисов это такая очень активно прозападная, проевропейская партия, герб. Собственно, Борисов занимает достаточно антироссийскую позицию. И, как мы помним, именно он разрушил Южный поток, чем нанес, кстати, очень серьезную потерю для болгарского бюджета. Россия построила турецкий поток-2. В результате Болгарии осталось неудел. Радев занимает позицию существенно более пророссийскую, чем Борисов. Но хочу подчеркнуть, что это не означает, что в случае прихода к власти социалистов ситуация изменится в отношении евроинтеграции. И я хочу напомнить слова Радева о том, что он, конечно, натовский генерал. Он первый болгарский генерал, который прошел обучение, переподготовку в структурах НАТО. И поэтому он, безусловно, прежде всего прозападный политик. А уже потом человек, который занимает существенно более лояльную и рациональную позицию в отношении России. Единственное, что может измениться в этой ситуации, то, что все-таки вот такой откровенной русофобия, которая характерна для многих представителей партии ГЕРБ, она все-таки схлынет. И отношения между Болгарией и Россией в какой-то степени будут нормализованы. Потому что, ну, согласитесь, это ненормально, когда Болгария, страна, которая имеет, народ, который имеет сотни лет дружбы с Россией, занимает откровенно антироссийскую позицию и стремится явно ее демонстрировать лидерам НАТО. Вот именно такую позицию занимает нынешнее правительство Болгарии. Владимир Владимирович, я хотел уже, наверное, точечку поставить, потому что дождаться документы будут внесены окончательно на эту отставку, на возможную завтра. Соответственно, будем продолжать следить за этой ситуацией, о том, как обстоит дело на данный момент, о ситуации, которая привела к вот этим возможным отставкам, отставкам министр финансов, экономики и внутренних дел Триключевых министерств Владимир Шаповалов. Рассказал политолог, заместитель директора Института истории политики МПГУ.